Акционерная компания «Алроса» Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Расскажите, пожалуйста, а вообще ранее у Центра подготовки кадров удаленные курсы были? Или это только сейчас они появились в связи с такими обстоятельствами? Да, мы уже начали внедрять дистанционные курсы еще с 2019 года. До конца 2020 года одна из целевых задач было внедрение дистанционного обучения все больше и больше, перевод курсов. Те, которые возможно было. И поэтому весь 2019 год у нас была подготовительная работа. Ну, видимо, сфера деятельности все же накладывает этот отпечаток, и мы должны работать на опережение в этом смысле. Так и произошло. Весь 2019 год мы разрабатывали учебно-методические комплекты. Это презентации, очень качественные, наглядные. Дизайнер у нас их обрабатывал. Очень удобно с ними работать. Это рабочие тетради, которые получает каждый слушатель. Ну, раньше на руки, сейчас это электронные формы, в которых есть возможность проработать упражнения индивидуально, потом направить это на проверку преподавателю. Ну, в общем-то, мы оказались готовы. Многие курсы уже переведены сейчас в вебинар. Мы не отменяли ни один курс. Достаточно быстро сориентировались, и наши преподаватели тоже. Поэтому все курсы, которые были запланированы на апрель, на май, они сейчас успешно реализовываются в формате вебинаров, в формате онлайн-тренингов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова То есть все программы удалось перевести в дистанционный формат? Да, абсолютно все. Это программы по промышленной безопасности, обязательные курсы по охране труда. У нас прошел вот буквально на этой неделе курс в дистанционном режиме. Это курсы по рабочим профессиям также, по работам на высоте на первую группу. Мы перевели в дистанционный формат программу «Профи-клаб». Эта программа ориентирована на школьников «Алроса-класс». Также успешно прошли, ребятам очень понравилось. Удается поддерживать активность. Ну, то есть мы тоже проходим обучение в процессе, приходится достаточно быстро. Но как удержать динамику, как постоянно поддерживать активность, взаимодействовать с участниками. Количество курсов, порядка семи курсов уже идет сейчас. И по графику, которая есть на сайте Центра подготовки кадров, у нас все реализовывается. А как-то поменялось количество слушателей? Количество слушателей, если это вебинар, то позволяет подключать до 100. Ну, пока у нас не было в опыте до 100, не было необходимости, просто потребности. Ну, вот на сегодняшний день в группе по работам на высоте у нас подключается 45 человек, и достаточно комфортно. Если это онлайн-тренинг и предполагает работу в группах, а платформы для проведения вебинаров и онлайн-тренингов позволяют создавать отдельные комнаты, объединять в них по три человека, и позволяет им обсуждать какие-то вопросы. Для каждой группы задается какой-то вопрос, отдельное задание, потом мы возвращаемся уже на общую конференцию и обсуждаем это. Вот если это онлайн-тренинг с работой в мини-группах, тогда, конечно, оптимально по 20-25 человек. Это будет комфортно как для участников, так и для преподавателя, ну, и позволяет поддерживать эффективность этого учения. Юлия Сергеевна, а кто преподает сейчас в таком формате? Те же преподаватели остались, или вы привлекаете сейчас из других регионов, возможно? Как и раньше, мы привлекаем тех преподавателей, которые у нас были в нашем активе, но при этом наши штатные преподаватели, наши внештатные внутренние тренеры компании, они также продолжают работать в формате дистанта. Мы отрабатываем навыки, отрабатываем особенности проведения вебинаров с преподавателями, и, в общем-то, все оказались готовы к такому формату. А как проходят теперь занятия? Если раньше одно занятие было продолжительностью по 3-4 часа, некоторые курсы продолжительностью по 2-3 дня полностью, по 6-8 часов, то сейчас, конечно, мы понимаем, что оптимальное время для проведения вебинара это до 2-х часов, от 40 минут до 2-х часов. Это позволяет все-таки еще поддержать концентрацию внимания участников, учитывая, что многие участники проходят обучение из дома, а дома есть все-таки отвлекающие внешние факторы, поэтому вот 2 часа оптимально, больше не стоит. А вот если не секрет, а как теперь проверяют знания? Да, сразу столкнулись, и тоже с таким вызовом нынешних реалий, у нас ближайшая проверка знаний запланирована с участниками, с представителями Ростехнадзора, тоже оперативно, в рабочем порядке удалось созвониться и договориться, что это будет также в режиме онлайн, когда с подключением видео, когда участники, слушатели, подлежащие проверке знаний, будут отвечать на вопросы в режиме онлайн. В каких-то случаях это тестовые задания с доступом рабочего стола участникам. Вот пока такой выход. А как можно теперь записаться на дистанционное обучение? Сейчас обновили сайт Центра подготовки кадров, мы разместили все курсы актуальные, в каких форматах проводится, там указана продолжительность, стоимость, по всем это разное. Также хотелось бы обратить внимание у нас сейчас, для населения разработано несколько курсов, которые могут стать полезными. Это и компьютер с нуля, как для детей, так может быть для наших бабушек и дедушек, чтобы они тоже дома не заскучали, а вот была возможность обучаться. Это система 5С для дома. О чем эта программа? Это если простым языком, как навести дома порядок. и всегда находить вещи там, куда вы их кладете. Это эффективное управление, это управление проектами, и еще ряд, множество интересных курсов, такие как навыки убеждения и аргументация, инструменты бережливого производства. В общем, на сайте всю эту информацию можно найти. Пожалуйста, заходите, смотрите. То есть помимо работников компании, могут и также и сторонние лица записаться к вам на курсы. Но вот сейчас такая практика, что сейчас очень много бесплатных вебинаров, онлайн-курсов. Есть ли у вас подобное? Да, вот одна из программ 5С, про которую я говорила, мы рассматриваем для населения, как бесплатный курс. Так, ну и Юлия Сергеевна, а вообще планируете ли расширить перечень подобных дистанционных программ? Да, сейчас мы работаем над этим. То есть в настоящее время этот перечень уже был расширен за последние две недели. И, конечно, хотелось бы ориентироваться на потребность. Сейчас мы ее активно выявляем. И, собственно, вот в разработке у нас еще несколько курсов, которые пока смотрим на актуальность. У нас активно развиваются аккаунты в соцсетях. Это Инстаграм, это Фейсбук. Адрес Инстаграм. Алроса, нижнее подчеркивание, ЦПК. У нас сейчас проводится розыгрыш, где можно выиграть бесплатное место в вебинаре PowerPoint. Ближайшие курсы. Это PowerPoint базовый, продвинутый. Курсы Excel. Тоже кому интересно, пожалуйста, обращайтесь. Поэтому в соцсетях у нас достаточно активно ведется жизнь. И мы постоянно публикуем свои новости, ближайшие анонсы. Для кого интересно, пожалуйста, смотрите. Субтитры подогнал «Симон» Понятно, что раньше все проходило обучение в аудитории, сейчас дистанционно. В связи с этим, как вы думаете, у вас количество учащихся возрастет? Или, может быть, уже есть такой рост? Пока стабильно. Вот, собственно, отрабатываем те заявки, которые у нас были. Думаю, что рост будет, потому что сейчас все-таки высвободилось время. В онлайн-дистанте люди находят время вечером даже обучаться. Это удобно, это по времени не очень затратно. И сейчас как раз то время, которое можно использовать как возможность для обучения. Все-таки кризис, кроме угрозы, позволит использовать вот таким образом возможность обучиться, возможно получить даже новую профессию, какие-то новые навыки. Думаю, надо ловить эту возможность сейчас. Надеемся, что, конечно, количество наших слушателей увеличится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова